Всем привет, с вами команда ArtFx. В этом уроке будем учиться создавать вот такой ливень. Давайте посмотрим, как это выглядит. Весь этот дождь сделан, конечно же, не одним слоем. Состоит из четырех разных слоев. Давайте посмотрим по порядку. Включим слой, который находится на дальнем плане. Это такие мелкие частички дождя. Как мы видим, они разлетаются довольно хаотично в разные стороны. Следующий слой это чуть поближе. Капли уже покрупнее и более редкие. И последний слой находится вот здесь, прямо перед нами, ближе всего. И дополняет весь этот ливень вот такой полупрозрачный туман. Его, конечно, еле видно, но он помогает сделать картинку более такой реалистичной. Дождь кажется более натуральным. И давайте рассмотрим, как создать каждую из этих композиций. Сначала создадим вот такие мелкие случайные капли дождя. Потом сделаем вот такие более редкие, но тут уже видно брызги от каждой капли. А также капли дождя, которые разбиваются о пол и разлетаются на мелкие брызги. Начнем с мелких капель. И открываем новую композицию и создаем здесь новый сплошной слой. И дождь мы будем создавать при помощи стороннего эффекта Particular. Добавим его на слой. И сразу же перейдем к его настройке. Раскрываем эмиттер. Изменим тип эмиттера. Сейчас выбран Point. Поставим Box. Теперь мы можем настраивать его размеры. Размеры этой коробки. И давайте сразу размер и настроим. Раскрываем пункт Emitter Size. И выбираем Individual. То есть теперь мы можем настраивать по каждой оси отдельно. По оси Х сделаем примерно 2200. И по остальным осям сделаем по 1200. Теперь давайте выберем направление движения частиц. Поставим Directional. То есть теперь мы будем сами выбирать их направление. Direction Spread уменьшаем до нуля, чтобы они сильно не разлетались в стороны. Как мы видим, теперь они движутся все в одном направлении. И изменяем параметр X Rotation. Делаем его минус 90 градусов. Как мы видим, теперь все частицы движутся вниз в одном направлении. И подправим еще немного это направление. Пусть они движутся немного по диагонали. По Y добавим 20 градусов. Смотрим теперь. Отлично. То, что нам нужно. Частицы движутся как-то медленно, поэтому увеличим скорость. Для этого Velocity увеличиваем до 2000. Смотрим теперь. Теперь это больше похоже на падение капель. Также давайте увеличим диапазон случайности скоростей этих частиц. Теперь скорость каждой частицы больше отличается. И как мы видим, движение частиц у нас начинает вот откуда-то отсюда. Нам этого не нужно, поэтому давайте немного подвинем эмиттер. Немного повыше. И как мы видим, капли довольно редкие, поэтому нужно увеличить количество частиц. Увеличим это количество до 5000. Посмотрим, что получилось. Подвинем эмиттер еще немного влево. И теперь мы можем переходить к настройке самих частиц. Открываем вкладку Particle. Здесь мы особо настраивать ничего не будем, изменим только размер. Сделаем частицы немного поменьше. Уменьшаем размер до 2 единиц. И с этой вкладкой мы закончили, можем ее закрывать. Следующая вкладка, которая нам понадобится, называется Physics. Настроим физику движения частиц. Физическую модель оставляем Air. То есть частицы будут вести себя так, как они бы двигались в воздухе. Увеличиваем гравитацию до 90 единиц. Давайте посмотрим, что теперь получилось. Их траектория это уже не прямая диагональная линия, а она как бы немного закругляется. Их тянет вниз под действием силы тяжести. Все как и должно быть. И теперь здесь открываем вкладку Air. Увеличим немного сопротивления воздуха до 0,5. И также включим вращение частиц при воздействии на них сопротивления воздуха. Ставим вот эту галочку. И увеличиваем амплитуду вращения до 200 единиц. Мы добавили немного таких колебаний каждой частицы. Также увеличим частоту вращения до 3. Теперь давайте настроим воздействие ветра на частицы. По ху это воздействие увеличим до 100 единиц. То есть теперь частицы при движении будут немного смещаться по оси х. Немного также увеличим это значение по оси у и z. По у сделаем минус 20. И по z примерно 20. Этого будет достаточно. И теперь открываем еще одну вкладку Turbulence Field. Здесь мы настроим турбулентность. И чтобы видеть вносимые изменения поставим пока что галочку. Вот в этом чекбоксе Visualize Fields. Как мы видим эти линии пока что прямые по всем осям. И сейчас нам нужно это исправить, чтобы добавить колебания частицам. Давайте увеличим Effect Position примерно до 25. Как мы видим линии искривились и частицы тоже поменяли свое положение. Теперь при движении на них воздействует как сопротивление воздуха, так и ветер. Еще добавились и вот такие колебания от турбулентности. И также можем настроить, чтобы это влияло не только на их положение, но и на их размер. Если увеличим параметр Effect Size. Как мы видим увеличивать его надо довольно аккуратно. Примерно до 5 единиц. И размеры стали более рандомными. С этой вкладкой мы тоже закончили, поэтому можем отключить отображение осей. Закрываем вкладку Physics. И частицы как мы видим все еще являются точками. А нам нужно их растянуть. Поэтому нам понадобится вкладка Rendering. И здесь открываем вкладку Motion Blur. Как вы уже поняли мы просто размоем эти частички. Напротив параметра Motion Blur выбираем On. И он уже подействовал. Эти точки превратились вот в такие линии. Но теперь их практически не видно. И поэтому увеличиваем параметр Opacity Boost. Примерно до 4. Давайте просмотрим результат. И эта часть дождя готова. Теперь мы можем добавить сюда например камеру. В общем здесь мы уже настраиваем так, как нам нужно для определенной композиции. А теперь мы просто берем и дублируем вот эту композицию с дождем. Выделяем ее и нажимаем Ctrl D. Создается вторая композиция и мы открываем ее. И здесь нужно будет немного подредактировать Particular. Начнем со вкладки Emitter. Открываем ее и заанимируем количество частиц в секунду. Переходим на нулевой кадр. И здесь это количество будет равно нулю. Ставим ключевой кадр. И к первой секунде это количество возрастет до 250. На 250 продержится до второй секунды. И где-то через полсекунды снова это значение опустится до нуля. То есть выглядит это теперь вот так. И теперь немного снизим скорость движения этих частиц. В два раза примерно. Сделаем скорость 1000. И теперь откроем вкладку Particle. И здесь немного уменьшим размер частицы. Пусть он будет полторы единицы. Со вкладкой Particle мы их закончили. И открываем вкладку Physics. В этой композиции мы сменим физическую модель у Particular. Будет теперь не Air, а Bounce. И теперь мы можем настроить физичное взаимодействие частиц и какой-либо поверхности. Вкладка Air горит серым. Мы больше не можем ее настраивать. Зато теперь доступна вкладка Bounce. Открываем ее. Для настройки взаимодействия с поверхностью нам эту самую поверхность нужно создать. Поэтому создаем новый Solid. Поместим его куда-нибудь вот сюда вниз. И включим для него режим 3D. Давайте пока что удалим эту камеру. Теперь давайте назовем этот слой Fluor. То есть пол. И повернем его на 90 градусов. И немного опустим вниз. Оставим его вот в таком положении. И можем даже отключить его видимость. Теперь снова переходим к настройкам Particular. И во вкладке Bounce напротив параметра Fluor Layer выбираем наш только что созданный слой. И как мы видим появились новые частицы. Теперь эти частицы, которые падают, сталкиваются с полом и отскакивают от него. Как мы знаем, дождь себя так не везет. Поэтому это нужно настроить. А настраивается это при помощи параметра CollisionEvent. То есть мы настраиваем события, которые происходят при столкновении частицы и поверхности. Сейчас выбрано Bounce. То есть отпрыгивание. А мы выберем Kill. То есть теперь частица пропадает при столкновении с этой поверхностью. Но она не просто пропадает, а после нее остается вот такая точка. В нашем случае это будет похоже на такой небольшой брызг от капли дождя. Смотрим, как это выглядит. Выглядит вполне неплохо. Тем более, если мы создадим камеру. И как-нибудь настроим все это дело, чтобы выглядело получше. Давайте настроим еще эмиттер. Можно его размеры и немного уменьшить. Например, сделаем 1500. По Y тоже сожмем. Можно до 500. И здесь, например, 800 сделаем. Посмотрим теперь. И при помощи камеры уже настраиваем, как нам нужно под конкретную ситуацию. И чтобы сделать третью композицию с дождем, мы просто продублируем вторую. Открываем этот дубликат. И здесь снова настроим Particular. Пока что отключим камеру. И перейдем к настройкам Particular. Снова увеличим эмиттер. Примерно до таких размеров. И уберем анимацию количества частиц. Нажимаем на вот эти часики. И убираем все ключевые кадры. Здесь будет уже фиксированное количество частиц в секунду. И это значение будет 2000. В этой вкладке мы все настроили, поэтому можем ее закрыть. Открываем теперь вкладку Physics. И открываем вкладку Aux System. И в этой вкладке мы настроим появление дополнительных частиц. Давайте выберем параметр Emit. Сейчас он выключен. А мы выберем Add Bounce Event. То есть мы настроим частицы, которые будут появляться после соприкосновения наших основных вот этих частиц дождя и поверхности. То есть пола. И чтобы видеть эти частицы поближе, давайте настроим камеру. Вот в таком положении давайте настраивать эти частицы. Во-первых, настроим количество этих частиц. Далее настроим скорость этих частиц. Сейчас она равна нулю, и частицы никуда не движутся, просто стоят на месте. Увеличим эту скорость до 80. Теперь, как мы видим, частицы уже разлетаются. Но пока что это очень отдаленно напоминает брызги. Поэтому давайте настраивать дальше. И давайте выберем тип частиц. Давайте поменяем тип вот этих частиц дополнительных, сделаем их сферами. И настроим их параметры. Размытие уменьшим до нуля. И также уменьшим размер до единицы. Сейчас эти брызги сильно выделяются. Они уж слишком яркие. Поэтому давайте уменьшим opacity до 30%. Увеличим color from main до 100. И теперь цвет будет такой же, как и у основных частиц. Сейчас ничего не поменялось. Это на случай, если мы будем менять цвет самого дождя. И здесь откроем вкладку opacity over life. И настроим график непрозрачности. Сначала непрозрачность будет 100%. И постепенно будет снижаться до нуля. Поэтому выбираем просто вот этот пресет. Смотрим, как выглядит это теперь. Вот так больше похоже на брызги, когда они плавно исчезают. И давайте немного снизим скорость этих брызг, чтобы они не так далеко разлетались. Примерно до 70. И с настройками этой композиции мы тоже закончили. Посмотрим финальный результат. Теперь осталось добавить одну мелкую деталь, такую как туман. Он, конечно, почти незаметен, но все-таки влияет на общее восприятие вот этой всей композиции. Давайте перейдем в новую композицию. Создадим здесь solid. И на него добавим эффект fractal noise. Откроем вкладку transform. И увеличим масштаб. Вот так будет достаточно. Теперь изменим параметры контраста и яркости. Контраст немного увеличим. А яркость наоборот. Уменьшим примерно. Ну совсем чуть-чуть. До минус 20 будет достаточно. И заанимируем здесь параметр evolution. Чтобы заанимировать движение вот этих шумов. На нулевом кадре ставим значение evolution 0 градусов. Переместимся где-то на 3,5 секунды. И это значение сделаем 400 градусов. Посмотрим результат. Этого движения будет недостаточно, поэтому давайте заанимируем еще offset turbulence во вкладке transform. Также на нулевом кадре ставим ключ. Перемещаемся на 3,5 секунды. И сдвинем куда-нибудь вот сюда, по диагонали. Как у нас дождь идет, так же в правый нижний угол пусть движется. Посмотрим, как выглядит. Теперь давайте перекрасим этот шум. Для этого воспользуемся эффектом toner. При помощи первого параметра tones мы выбираем количество цветов. Оставим 3 цвета. И цвет посередине сделаем таким голубоватым. И теперь можем переходить в главную композицию. Теперь давайте посмотрим, как разместить здесь все эти слои. Пока что отключим их видимость. Давайте начнем по порядку. Самый первый слой, который мы создавали, тот, что с мелкими каплями, которые хаотично движутся, его мы располагаем на заднем плане. То есть вот эту композицию мы помещаем вот сюда. И обрезаем вот такой простой маской. В следующем мы создавали вот эту композицию, где капли падали, но не разбивались на такие брызги, а просто оставались как бы вот такой маленькой точкой на земле. И эту композицию мы размещаем вот здесь, на самом переднем плане. Здесь мы особо ничего не обрезаем маской, просто помещаем сюда, чтобы эти крупные капли были как бы прямо перед камерой. И также вот здесь, на заднем плане, размещаем самую последнюю композицию, та, в которой вот такие подробные проработанные брызги. Именно ее мы помещаем вот сюда, чтобы вдали были вот такие красивые брызги, на которые разбиваются наши капли дождя. И поверх всего этого накладываем слой с туманом. Делаем ему такую небольшую прозрачность, чтобы он был еле заметен. Прозрачность, как мы видим, всего 5%. И режим наложения Add. И у последнего слоя с дождем режим наложения Screen. Это тоже нужно учитывать. И вот так легко мы создали довольно реалистичный и красивый дождь. Таким же способом, при помощи Particular и Fractal Noise, можно сделать довольно реалистичную метель. Если этот урок вам понравился, ставьте лайк, а также репост и подписка помогут развитию нашего канала. До встречи в следующих видео.